Всем привет, меня зовут Ирия. Не смотрите на мою голову, я ее не мыл дня три. Когда сидишь в изоляции, сидишь на карантине, особо не думаешь о таких вещах, тем более когда надо снимать видео, играть на бас-гитаре, читать книги, смотреть сериалы. В общем, не до этого, не до вашей вот этой красоты, хорошей картинки. Признаюсь, что название для этого ролика это больше такой кликбайт и оно позволит большему количеству людей посмотреть его, большему количеству людей нажать на этот ролик и увидеть его, прийти ко мне на канал. Уж так работает YouTube, от этого никуда не деться и приходится таким методом пользоваться для того, чтобы канал развивался, а не загнулся. Моя сегодняшняя история будет посвящена количеству ладов на вашем инструменте, на вашей бас-гитаре. Я думаю, что это будет справедливо не только для бас-гитары, а в принципе для многих ладовых инструментов. Моя сегодняшняя история, моя сегодняшняя теория будет актуальна. Точнее, это будет 5 пунктов. 5 пунктов, которые у меня получились, 5 пунктов того, чем 24 ладовый инструмент лучше, чем 20-ти ладовый Фендеровский к примеру, или 21-22 лада. Какой функционал в этом, какое удобство, в чем вообще плюсы, в чем преимущество у человека, который имеет больше ладов. Сегодня я постараюсь об этом рассказать. В качестве специального гостя на этом видео будет выступать вот такой вот Ibanez японский 1984 года старый, очень хорошо сохранившийся, отличный винтажный инструмент с 24, что очень важно, ладами. И на основе его я сегодня буду показывать эти преимущества. Я думаю, что для моих зрителей не секрет, что основной мой инструмент сейчас это Fender Jazz Bass, на котором 20 ладов, 4 струны. Но количество ладов здесь это скорее как компромисс, потому что я не нашел пока ничего лучше по звучанию и по внешнему виду, чем Jazz Bass. Американский обычный стандарт. А то, что лучше и функционально, оно стоит каких-то космических денег, естественно, которых нереально нереально подъемные, неподъемные. Поэтому я остановился именно на Jazz Bass. Но если я вижу 24 ладовый инструмент, это всегда в моих глазах выглядит как плюсом. Выглядит как плюсом к универсальности, к функциональности инструмента. Я отношусь к таким инструментам с уважением. И всегда у меня есть под рукой именно 24 лада. И сейчас я объясню, почему это круто. Начнем с самого простого. Сначала это симметрия. Если мы оглянемся вокруг нас, то увидим, что в этом мире большинство вещей симметричны. Большинство объектов симметричны. Там, я не знаю, у человека два глаза у двери, две ручки. Одна с одной, с другой стороны. И они симметричны. Если будет по-другому, просто все не будет работать. Симметрия, она ассоциируется с красотой, с какой-то гармонией. И это не просто так. Это логика вещей. Это базис мира. Природа балансирует. И благодаря симметрии сохраняет равновесие. И здесь симметрия проявляется в том, что у нас здесь 24 лада. И мы получаем 12 ровное число слева и ровное число справа. Это позволяет нам быстрее изучать гриф. В нашей голове будет это укладываться лучше. То есть, если здесь у нас ми, здесь ми. Соответственно, здесь ми и тут ми. Это логично. И, например, даже для новичка это будет гораздо понятнее. То есть, он будет понимать А, вот тут точки 3, здесь 3. А, значит, он соответствует. Когда 20 ладов, здесь уже надо лишнее телодвижение совершать. Лишние миллисекунды работы мозга. Подумать. А, что там, почему так? То есть, здесь нет логики. В этом плане, что 24 лада это логичнее. И проще для новичка изучить сам гриф. И лучше на нем ориентироваться. Второй пункт это большая вариативность. Мы получаем большее количество нод в верхнем регистре. А верхний регистр для бас-гитары лично для меня это вообще козырная карта. Высокие ноты, точнее, да. Высокие ноты на низком инструменте с толстыми струнами звучат офигенно. Я всегда об этом говорил в своих предыдущих роликах. Это как козырь для басиста. Даже вот в предыдущем ролике говорил. И здесь у вас больше этих вариантов. Но это только с точки зрения звука. У вас больше вариантов красивого звучания за счет 24 лада. Но здесь еще есть другой момент. Это большая вариативность. В том плане, что у вас больше вариантов для развития мелодии. Вы можете играть произведения более правильно, как они записаны. Потому что если у вас ограничен диапазон, вам приходится что-то менять, что-то заменять, играть на октаву ниже. Это уже не то будет. Посмотрим на пример. Пример простая мелодия. Здесь нам важно обратить внимание на эту соль, которая играется вверху. И это правильно. Это по тексту. Мелодия развивается именно туда, именно вверх. Мы должны играть соль вверх. Но если у нас нет этого 24 ладов, к примеру, у нас фендер. Мы не можем так играть. Мы должны играть вот так. Это тоже звучит. Мы переносим эту соль сюда. Но это не по тексту. Это неправильно. Музыка не такая. То есть мы не передаем ту музыку, которая была в тексте. То есть это не зачет будет изначально. Это неправильно. Поэтому я сейчас сталкиваюсь с такими вещами, когда, например, я делаю на 24 ладов какую-то вещь, там какие-то аккорды. Потом играю на 20 и понимаю, что не могу так сыграть, как на 24. И мне приходится что-то переносить, и уже не так звучит. Уже не то. Музыка другая. Поэтому это важно, как я считаю. Цифра 3. Интуитивно, понятно и удобно играть, импровизировать на 24 ладах. Например, когда мы берем риф. Я не знаю, как это объяснить, но 24 лада, ты сразу видишь, ты автоматически передвигаешь руку, у тебя вот эта вот симметрия, она работает реально. И тебе нужно меньше затрат времени на вот эту вот миллисекунду вот этого мозговой активности, чтобы понять, куда тебе надо вверху это обыграть. И 24 лада здесь удобно. То есть я просто вижу эти точки, они повторяются симметрично. Это удобно. Вот это вот в плане заполнения всегда вот эта вот симметричность, опять же повторюсь, она очень удобна, когда эти 24 лада. Здесь ты просто автоматически можешь передвинуть руку и интуитивно из-за этой симметрии, из-за вот этой правильности ты скорее всего порешь куда надо. И при должном уровне вот это оттачивание, тренировки, когда порешь, вот это вот разыгрывание, ты можешь гораздо меньше ошибаться в плане соло, в плане каких-то обыгрышев, когда у тебя 24 лада, ты просто уже автоматически попадаешь, потому что тут точки, они полностью совпадают с этими. Это удобно. Четвертый пункт, это доступ к ладам. Если компания-производитель бас-гитары делает 24 лада, то скорее всего, уж к 20 ладам то доступ будет нормальный, неудобный. Я уже не знаю как 24 лада, но к 20 уж точно. Поэтому, как правило, по крайней мере, к фендеровым 20 ладам вы на 24 струнной гитаре будете спокойно доставать без всяких напряг, без всяких практически, как вот здесь вот. Поэтому можно сказать, что доступ это плюс. Справедливости ради, хочу сказать, что фендер в компании тоже работают далеко не дураки. Они понимают, что при вот такой конструкции, вот когда у вас пятка и перекручен гриф, при такой конструкции инструмента, если вы сделаете 24 лада, то все равно до них не добраться будет. Поэтому это логично, почему у фендера 20 ладов, потому что с этой пяткой вы просто не дотянетесь, вам придется вот так руку ставить. Поэтому рекомендую, если вы все-таки вдруг после этого видео скажете, да, я хочу 24 ладовым инструментом, вот, я понял, это мое, то не спешите, посмотрите, как прикручен гриф. Лучшее сочетание, на мой взгляд, по моему личному опыту, это когда гриф сквозной. Сквозной плюс 24 лада, это супер сочетание, будет потрясающий доступ, фантастический к 24 ладу, практически как вот здесь вы играете. То есть, именно сквозной гриф дает вот это вот ощущение доступности очень хорошей. Эта пятка никогда не даст. То есть, фендер они поэтому не ставят, потому что при такой конструкции, в этом есть фишка фендера, именно прикрученный гриф, это звук, без увеличения стоимости инструмента невозможно сделать нормально реализовать 24 лада. Поэтому они, собственно, делают, и это не упрек, естественно, компании. Последний пункт номер пять, я назову его просто, это понты. Вот представьте, вам нравится музыка, вы любите бас-гитару, каким-то непонятным образом выбрали этот инструмент для себя, для своей жизни. И понимаете, что вы можете сыграть не все. Видите других крутых виртуозов, Вутон там, Алан Каррон, который играет 24 лада, у них огромное количество партий, соло, где просто без 24 ладов ты не сыграешь. Просто невозможное. Я разбирал партию Алан Каррон, я не люблю его музыку, не люблю его, ну вообще творчество, мне не нравится, как он играет, но как-то я разбирал его соло, и просто потому что там огромный, конечно, даже сложных фраз технических после 20 лада, просто очень много. Он максимально, у него 6 струн, 24 лад, там без лад, лад, по-разному он играет, но он использует это по максимуму. Такое чувство, что там нет какой-то глубины музыки, там какой-то прям супер, как вот я бы не сказал, что я прям, у меня мурашки по коже пошли, нет, у него никакого такого нету, просто техническая, математическая музыка, мне это не очень близко, но многим это нравится. И у него такое чувство, что это самоцель, вот как это вот такое, я сыграю так, я сыграю так быстро, после 20, что он только может некоторый повторить только на 6 струн, там басу, с 24 ладами, не все могут, обладатели фендера просто не сыграют, например, такой, просто им придется все это переносить, это будет звучать не так, то есть это некое такое ощущение особенности, ощущение того, что как это, полноценности, и многим людям это нравится, он понимает, что опа, вот я могу сыграть и Алана Корона, и там, и Вутуна, и кого хочу, и это очень тоже важный психологический момент, не хухры-мухры, это психология, она так работает. В завершение хочу добавить, что 24 лады, это, конечно, не панацея, не нужно, если у вас они даже есть, сразу лепить там все соло 24 лада, но если вы, конечно, не Алан Корон, это всего лишь средство выразительности, и, конечно, не количество ладов определяет крутость музыканта, но иногда и такое бывает. А на этом сегодня все, спасибо, что пришли, спасибо, что посмотрели, спасибо, что прокомментировали, спасибо, что поставили лайк, спасибо, спасибо, еще раз на всех случаев спасибо. В будущем планирую снять видео о том, почему я перешел на четырехструнный инструмент в итоге, какие этому были причины, может быть, сниму, планирую, но не знаю, как будет настроение, как будет вообще мотивация и прочих миллион факторов. Любви, доброты всем, увидимся когда-нибудь в следующем, в будущем, в следующих видео. Пока.